Москва, дом российского исторического общества, именно в этих стенах чествовали юбиляра, академика Александра Чубарьяна. Вы ведь были свидетелем и участником очень многих значимых исторических событий, встречались с большим количеством выдающихся людей, общались с ними, да и сами вы относитесь к категории выдающихся. Я уже не говорил о том, что сколь немногие сегодня могут похвастаться тем, что встречали 9 мая 1945 года на Красной площади. Вы один из них. За свои 90 лет Александр Чубарьян сам нередко был очевидцем многих судьбоносных для страны событий. Он автор более 350 научных трудов. Главное направление исследований – история 20 века, история международных отношений и внешней политики, европейская история, место и роль России в мире. Мои научные интересы сконцентрировались в основном по четырем направлениям, хочу сказать. И, соответственно, каждая имеет книгу, которую я издавал. Это первое – это, значит, Брестский мир и Генуя, 22-й год. Затем эта история предвоенный кризис, 1939-1941 год и вообще вся ситуация, холодная война, которой я очень много занимался. И последние почти 30 с лишним лет – это европейская история и отношения России с Европой. Помимо торжественной церемонии в Доме Рио представили и три монографии выдающегося ученого и исследователя. Первое – это воспоминания историка. Второе – канун трагедии, Сталин и международный кризис. И последнее – европейская идея и Россия. Вы всегда видели и чувствовали мир многоцветным. Это очень здорово. В самых сложных ситуациях, когда так даже внешняя обстановка, она старается, так сказать, количество цветов убрать, вы всегда его воспринимали многоцветным и всегда об этом говорили. Не боялись, не стеснялись говорить об этом. И вот эта вот идея, что мир разнообразен, и надо принимать его в таком многоцветии, и не надо бояться этого. Вы занимались всегда темами, которые были на острие политических дискуссий во многом. И к пакту Риббентрома-Волотова относились по-разному в разные времена, и к проблеме европеизма Европы и России относились по-разному в разные времена. Вам удавалось делать то, чего не удавалось очень многим. Вы понимали, что есть политика и есть история. За несколько десятилетий под руководством Чубарьяна Институт всеобщей истории Иран стал одним из ведущих гуманитарных центров мирового уровня. Отдельного внимания заслуживает деятельность академика в вопросах школьного и исторического образования. Именно Александр Чубарьян создал и развивает Ассоциацию учителей истории и общества знания, велик авторитет академика и в сфере преподавания истории в школе. Именно под вашим научным руководством некоторое время назад шла большая и очень важная работа по созданию концепции преподавания истории в школе и созданию историко-культурного стандарта. Когда-то он ездил с Горбачевым, экспертом на 200-летие французской революции. Говорил с Ельцином об истории, беседовал с госсекретарем США Генри Киссинджером о будущем Евросоюза. Без его усилий не было бы многих масштабных международных мероприятий в Москве. Вообще сам термин «международная научная дипломатия» вошел в публичный оборот во многом благодаря именно усилиям академика Чубарьяна. Александр Аганович, конечно, предпринял своим коллективом совершенно фантастический, гигантский труд, создав многотомную всемирную историю. Эти тома стоят дома практически у всех присутствующих, даже уверен, что у всех стоят. Понятно, что мы не перечитываем их каждый день, но хочу заверить, что как только возникает необходимость вспомнить какое-то событие, выступить где-то в связи с этим событием, то мы открываем книжный шкаф, вынимаем соответствующий том «Семьевная история» под редакцией Александра Агановича. И это фантастическое подспорье, поскольку это классный труд, это академический труд, это настоящая такая историческая солидная энциклопедия. Если бы не очередные ограничения, связанные с пандемией, то поздравить сопредседателя Российского исторического общества пришло бы гораздо больше людей. Вообще последние годы жизни я очень тесно связан с Российским историческим обществом. Мне кажется, эта организация получила закономерное признание в нашей стране, а вот то, что сказал Сергей Генчев, это рубежом. Служба информации Фонда Истории Отечества.